Вот кто-то говорит покупать индексы и постоянно говорят, что это круто, классно, с другой стороны, вот синим у нас обозначена доходность индекса S&P 500 с 2014 года, а оранжевым – это доходность всего лишь 5 компаний. Apple, Amazon, Facebook, Google, Netflix. Вот каким образом рост капитализации. Как вы считаете, люди, которые вот в этот период сейчас зарождаются, то есть, происходят смены, которые… Я знаю таких людей на самом деле, друзья, я первый, наверное, кто во всеуслышание заявляет об этом, то есть, другие знаю очень талантливых людей, талантливых экономистов, управляющих, они тоже все это делают. Они приходят к вопросу интеллектуального инвестирования, и это выход, это ответ на вопрос, что делать. Это люди, которые занимаются интеллектуальным инвестированием, и я сейчас поясню, что это значит, но просто это люди, которые сейчас понимают, что они получают вот эту вот неэффективность. Они понимают, что происходит смена парадигмы. Они сейчас очень много, если раньше их практически не было слышно, я не хочу называть фамилии, чтобы не быть обвиненным в чем-то, но я это вижу в социальных сетях, потому что я за этими людьми наблюдаю. Просто они… Первое, объем активов, чтобы работать с ними, нужно минимум 200 тысяч долларов, лучше 500. Они работают глобально, они работают на этой рыночной неэффективности, они просто об этом не говорят, потому что они понимают уникальность исторического шанса. Они начали делать это, и я начал это делать, я начал это делать 2,5 года назад. Люди, которые управляют миллиардами долларов, российскими инвесторами, я сейчас говорю, они это делают на протяжении, может быть, 5 лет. Но это очень крутая фича, это все равно, что быть Рэем Далио в 80-х годах, в 85-86 году, значит, что у тебя уже на протяжении 5-6 лет есть классная оттестированная система, которая позволяет делать доходность лучше рынка на растущем рынке и лучше рынка на падающем рынке, то есть, когда ты падаешь. Зачем тебе об этом рассказывать всем? Поработай еще 5-10 лет и ты станешь королем. А поработай над этим 20 лет, ты будешь человеком, который будет консультировать самые состоятельные семьи, как сейчас это делает Рэй Далио, которого приглашают на международные экономические форумы, который является консультантом президентов, министров финансов не только Соединенных Штатов Америки, но и Европы, а этим людям там сейчас возраст лет 45-50. То есть, фактически через 20 лет это очень большое влияние на самом деле. И эти деньги они будут передаваться, если мы говорим про Россию, у нас есть другая история, связанная с тем, что фактически 5-10 лет будет глобальное в России перераспределение капиталов. Потому что будет уходить поколение 90-х годов, когда создавались бизнесы, предприятия, приватизация, люди приобретали активы, а их дети уже не хотят эти активы принимать. И, соответственно, люди, которые сделали это состояние, будут распродавать свои капиталы, свои заводы, пароходы, отдавать эти деньги в управление таким людям, которые будут делать капитал их детям, внукам и правым. И поэтому здесь, соответственно, возникает вопрос, что делать. Да, я говорю, я называю это вопросом интеллектуального инвестирования, то, к чему стремлюсь делать я. То, что мы стремимся развивать в закрытом клубе инвесторов, развивать инвесторское мышление, и, соответственно, что позволит выжить, я подразумеваю, что такое для интеллектуального инвестирования. То есть, мы снова возвращаемся к стоимостному инвестированию. Нужно будет смотреть, не просто покупать индекс, а покупать конкретные компании, которые, в период растущих процентных ставок, смогут выжить. Покупать нужны компании, которые будут создавать долгосрочную ценность акционерам, то есть история связана с тем, что у меня есть супер-пупер идея, каким образом заработать много миллиардов долларов, поэтому заплатите мне за эту идею. 50 миллиардов долларов работать перестанет, то есть люди обожгутся об этом и соответственно эти компании просто перестанут существовать. Покупка компаний с низким уровнем долга и высокими показателями денежного потока, свободного денежного потока. То есть опять мы приходим к тому, о чем говорит Уоррен Баффетт, опять учитесь читать финансовую отчетность компании, понимаете, где могут смухлевать, заплатите за это любые деньги, чтобы вы понимали бизнес компании и где они непосредственно мухлюют по предварительным показателям. Компания сигарные окурки, о которых говорит Уоррен Баффетт, это компания, у которых балансовая цена выше текущей рыночной цены, что позволяет в случае, если будет банкротство компании, как минимум сохранить свой капитал. Применение концепции асимметричного инвестирования, то есть понимать, что покупать, но это то, что я применяю допустим в проекте миллион долларов за 8 долларов в день, когда создаю капитал своим детям. Знания и навыки хеджирования рисков, абсолютно всех рисков. Не зарабатывание на производных ценных бумагах, а именно хеджирование своих инвестиционных рисков, валютных рисков, процентных рисков и рыночных рисков. Ну и знания, навыки управления портфелем, в том числе его диверсификация. Как влияют различные активы в зависимости от процентных ставок, что происходит, когда нужно ли балансировать и как часто. Это то, про что я называю интеллектуальным инвестированием, то есть как такового понятия этому еще не появилось. Просто могу в качестве примера показать, кто еще не участвует в проекте миллион долларов за 8 долларов в день. Вот принципы, которые соединяют в себе принципы интеллектуального инвестирования. Своими детями я создаю инвестиционный портфель. С октября 2018 года среднегодовая доходность портфеля составляет 23%, в то время как индекс, индексное инвестирование за тот же промежуток времени дал доходность 5,2%. Это соответственно говорит о том, что меняются подходы, меняется парадигма, к проекту в принципе в любое время можно присоединиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА